Приветствую, друзья! Наконец-то мы продолжаем новую серию передач. Мы находимся в экваторе и будем тестировать мясные блюда. Слушай, я думаю, мясные блюда экватор делать умеет, поэтому я думаю, что тут есть что посмотреть. Я мясо готовлю последние 7 лет уже и за 7 лет научился готовить его достаточно хорошо. Мы сейчас в экваторе будем тестить самые лучшие мясные блюда, самые, наверное, популярные, которые тут есть. Это утка, я правильно понимаю? Да, утиное филе. Утиное филе. А какой соус это? Малиновый. Малиновый соус, апельсин, классная, очень классная темная посуда и утка. Я должен попробовать этот вкус. Кстати, я думаю, что из-за этого нужно это попробовать, потому что самостоятельно утку приготовить очень сложно. Добавим контрастности и сделаем пост. Напишем, что это экватор. Ты еще не успел отправить в инстаграм, а тебе уже есть второе блюдо. Второе блюдо, которое мы заказывали, это у нас шашлыки, да? Красный лучок, есть и также лук зеленый, петрушка, укроп. Шашлыки 100% в экватор делают, наверное, самые лучшие в городе. И у нас, кстати, уже третье блюдо должно подходить. Третье блюдо, я так понимаю, это что-то из нового, правильно? Это мясная пицца. Это из нового мясная пицца. Нет, она не из нового старого, но сделана как положено. Сделана по вашей такой личной рецептуре, можно сказать, такой шефовской, да? Хорошее, не толстое тесто, то есть тесто как положено, классическое, тонкое. Есть соус, который нормально намазанный, есть, тут, собственно, получается мясо, да? Мясо, сыр. Сначала мы будем тестировать мясо, а на закуску у нас пицца. А после этого еще шеф-повар нам расскажет свои какие-то небольшие секреты, как ему удается, или удается радовать нас вот такими замечательными блюдами. Вот так. Я просто вижу, насколько она классно выглядит. Смотри, смотри сразу, я тебе показываю. Хороший кусочек такого утиного сала, да, который как бы над мясом, то есть она достаточно жирная должна быть, она должна быть мягкая. Она достаточно правильно прожаренная, то есть внутри есть небольшая розовинка, это значит, что есть сок такой мясной, значит, что мясо очень мягкое и сочное. Это большой плюс. Так, пробуем, я немножко возьму соуса. У меня сразу какой-то вкус соуса. Ну, давай, я попробую первый кусочек. Очень вкусно, нормальная соленость, соус немножко кисленький такой. Как раз утки заходят великолепно. Мясо утки действительно мягкое, мясо утки сочное. И получилось, в принципе, я думаю, что неплохо. Сверху соус, сверху также вот эта вот шкурка, она немножко такая поджарая, то есть и выглядит очень аппетитно. Сейчас я возьму еще второй кусочек, потому что я не распробовал, наверное, с первой. С первой части. Реально вкусно. Великолепно. Очень вкусное мясо. Оно очень мягкое, прям разваливается во рту. Мне кажется, шашлыки, это вот реально вкус мяса должен чувствоваться в них. И когда начинают их там как-то заправлять какими-то необычными маринадами, мне кажется, сам вкус мяса теряется. Теряется сам вкус вот этого жареного на дереве, да, ну, фактически на углях, это мясо. И не всегда получается хорошо. Плюс он очень просто всегда и очень качественно, когда добавляют обычный лучок, обычная петрушечка. Это всегда хорошо как-то по-настоящему. Это порция шашлыка, это обычная, ну, как вы заказываете просто по меню, обычную порцию. И здесь нормальные 4 таких достаточно нормальных шматка, куска мяса, которые выглядят как минимум аппетитно. Мясо, кстати, они не сильно зажаренные, что тоже плюс. И при этом внутри, давай посмотрим внутри, насколько они сочные внутри. Так, ну, мясо внутри точно не сухое. Сейчас мы попробуем. Я чувствую в меру маринада, я чувствую вкус мяса. Оно мягкое, ее легко жевать. Оно без большого, без каких-то, знаешь, там есть жилки такие в мясе очень часто. Они очень часто попадают на зубах и неприятно жевать. Здесь такого нету. То есть мясо подобрали очень хорошо. И добавим соуса. К этим соусом, я уверен, он делается самостоятельно. Получаются самые простые ингредиенты без каких-либо добавок. То есть здесь просто помидор, здесь просто небольшое количество специй. Но в целом выглядит, посмотри, как классно. Посмотри, как классно выглядит соус. Вот видишь, он не жидкий. Он вот как положено. То есть это как домашняя такая вот домашняя джика. Короче, если вы хотите точно вкусный шашлык на майские праздники, дабы не испортить ничего, можно 100% приходить в экватор, заказывать здесь шашлыки. Давай вот поближе посмотрим, что тут у них есть. Так, значит, пицца, пицца, пицца. Пицца, кстати, у нас на отличном таком тонком тесте. Кстати, вот кто пытается соблюдать фигуру на майские праздники, тогда лучше, наверное, использовать тонкое тесто. Значит, что внутри, что тут есть? Я вижу соус, я вижу колбасу, я вижу кусочки ветчины, я вижу помидорчик, я вижу сыр. В нормальном все количестве, ни много, ни мало. Сыр отлично расползается. Сейчас, кстати, мы проверим, сколько он такой тянется, не тянется. Вот, кстати, сыр тянется. Кто любит тянющийся сыр, пожалуйста, он тянется. Как ощущается? Отлично. Она, знаешь, не сухая такая, очень приятная пицца внутри. Кусаешь ее, там вот как такая водичка небольшая. Как будто вот все эти соки, которые сверху от помидоров, от сыра, от плавящееся мясо, оно все вот там собрало внутри, нигде никуда не исчезло. Очень классно. Пицца хорошая, пицца на тонком тесте. В пицце достаточное количество ингредиентов, очень вкусный сыр, хороший. Кстати, какой сыр из поцарелла? Сыр моцарелла, я думаю, всегда в пользу, всегда вкусно, солененький. Классическая моцарелла. Да, пицца понравилась, но мне еще больше понравилась утка, поэтому... То есть ты предлагаешь начать с утки, потом с шашлычка, а потом с закончить пиццу, да? Да, я предлагаю как минимум начать с утки, потом еще одну утку сделать, потом еще одну утку, а потом уже все остальное, то есть шашлыки, пицца и так далее. То есть тебе понравилась мягкость утки, да? Утка шикарная, почему? Потому что, ну, мне кажется, в нашем городе не так много заведений, которые могут реально качественно приготовить мясо. Мы сейчас закончим тестировать, и я еще немножко две закажу, наверное, со мной.